Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Это может коснуться каждого. Не хватает мест, лекарств. О чем еще рассказал главврач ковидного госпиталя в Новоалтайске. Говорит и показывает Барнаул. Голос алтайского края замолк. В Барнауле простились диктором Сергеем Марковым. Бизнес и репрессии. В Барнауле откроется общественно-культурное пространство в старой части города. И вначале о ситуации в регионе по ковид-19. Сегодня еще раз подтвердился факт того, что коронавирус не разделяет людей на простых и избранных. Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман получил положительный результат теста на ковид-19. Напомним, новая инфекция уже заражена губернатор края Виктор Томенко. Он до сих пор находится в больнице. Мэр Бийска Александр Студеникин – тот самый, который, будучи больным, поздравлял учителей с праздником. И теперь еще Дмитрий Фельдман. Всего же в регионе за сутки выявили 129 случаев заражения коронавирусом. Умерли 10 ковидных пациентов. И в итоге на сегодняшний день в крае зафиксировано уже 14 577 случаев инфицирования. В тяжелом состоянии находится 265 человек. По данным оперативного штаба, в регионе остались свободно 446 коек в ковидных госпиталях. Накануне министр здравоохранения заявил, что в ближайшее время будет развернута еще 1 тысяча дополнительных койко-мест. Причем не только за счет бюджетных медицинских организаций. Чиновники обратились в Федеральный Минздрав, чтобы развернуть ковидный госпиталь на базе Федерального центра травматологии и ортопедии в Барнауле. В учреждении есть порядка 165 мест, обеспеченных реанимацией и кислородом. А между тем, Роспотребнадзор предлагает сократить плановую медицинскую помощь в четырех городах края. Там, где зафиксировано наибольшее число заболевших. Это Барнаул, Бейск, Крупцовск и Славгород. К слову, такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди жителей. В соцсетях тысячи возмущенных комментариев. Люди пишут, что уже сейчас часами ждут в очередях необходимого планового приема врачами и задаются вопросом, как лечиться дальше. Жители также обращают внимание на то, что подолгу ожидают скорую, а ковидные госпитали переполнены. Население просит срочно подчинить медицину региона. Минздрав же, в свою очередь, попросил помощи у частных клиник. В ведомстве отметили готовность трудоустраивать врачей частных клиник в государственные госпитали. В то же время министр Дмитрий Попов попросил людей не заниматься сверхпотреблением медпомощи. А вот краевые парламентарии считают, что министру здравоохранения стоит еженедельно отчитываться о состоянии алтайской медицины. Сегодня стало известно, что одна из политических фракций региона подготовила соответствующее обращение. В нем депутаты просят Дмитрия Попова каждую неделю предоставлять в АКЗС развернутую информацию о заболевших ковидом и о том, как здравоохранение края справляется с инфекцией. Инициаторы обращения считают, официальная статистика заболевших занижена, а люди должны знать объективную картину и оперативно получать информацию. Также они не исключают, что, возможно, придется просить помощи у федерального центра. И в продолжение темы. Жительница Барнаула сообщила в нашу редакцию о том, что ее 68-летнего отца, болеющего коронавирусом, оставили без лечения антибиотиками в ковидном госпитале на Волтайском. Действительно ли медучреждения, где лечат больных коронавирусом, испытывают нехватку препаратов? Об этом в нашем сюжете. Необходимых антибиотиков нет, придется подождать. По словам Натальи, ее отец несколько дней находился в больнице без необходимой лекарственной терапии. Ему сказал врач, который их там приходит, обслуживает, что антибиотик, который им дают, закончился. И теперь только в среду больница закупит его. Со свистом он разговаривал. То есть там уже начались последствия от того, что антибиотики он не получает. Решить проблему Наталье удалось только благодаря личным связям. Лекарства нашли раньше, но ведь в госпитале, по словам жительницы Барнаула, лежит не только ее отец. Если у нас какой-то антибиотик закончился, мы назначаем другой антибиотик. Кроме того, мы на связи все лечебные учреждения. И мы отслеживаем движение препаратов у всех. И мы реально перезанимаем друг у друга препараты. Препарат можно получить и другой, назначить. Той же группой, другого названия, или лучшей группой следующего поколения. Это решается на уровне врача в отделении. Я хочу о другом сказать. Сегодня врачи до последнего, так скажем, врача нашего лечебного учреждения работают в этих госпиталях. И нам сегодня надо помогать работать, а не мешать. Мы видим население, которое в магазинах, на площадях. У нас нет коронавируса. Мы все великие, смелые, мы свободные люди. А вот это намордники. Главный врач был эмоционален, не без причины. Несоблюдение жителями профилактических мир, по его словам, ведет к тому, что ковидные госпитали края переполнены. Новый корпус Новоалтайского, уже второй по счету на 240 мест, заполнился буквально за три дня. Летом сюда везли больных с легкой и средней степенью тяжести. Сейчас в крайне тяжелой. И если проблемы с лекарствами и возникают, то они, по словам врача, временные. Татьяна Голубева, Николай Шелкодень. С толком. В 16 ковидных госпиталях края работает порядка 3000 медиков. Ежедневно они борются за жизни пациентов, рискуя собственной. Следующий наш сюжет посвящен современным бойцам на передовой. На лице несколько защитных масок, на руках несколько пар перчаток, ноги в бахилах. Каждая 12-часовая смена врачей ковидного госпиталя начинается уже, можно сказать, с ритуала переодевания, обмундирования. Инфекция не должна пробраться к коже. Благо сейчас осень. В противочумном костюме не так жарко, как летом, рассказывает врач-анестезиолог 5-й горбольницы. У многих сотрудников, у меня в том числе в жаркие дни, буквально в костюме скапливается жидкость, да, вот, или в ногах там у нас санитарка была, скажем, плотная женщина, скажем так. И вот она ходила, и буквально было слышно, как у нее в ногах все, весь этот пот хлюпает. Реаниматологи Владимир Пашкевич и Роман Лагно в ковидном госпитале с начала пандемии. Уже полгода не видели родных. Живут в санатории для медиков. Полностью посвятили себя тяжелым пациентам на ИВЛ. Лечат и пытаются их всячески приободрить. Я ей даю бумажку, ручку, она мне пишет все свои переживания, я ее успокаиваю. Обычно пациенты пишут, я вот вторую неделю на ИВЛ нахожусь, у меня вообще есть шансы, пытаешься приобретать. Говоришь, вот, у вас сегодня уже на 5% ракция кислорода ниже стала, мы движемся в правильном направлении. Не боитесь заболеть, не боялись ли? Ну, опасения всегда есть, это разумные опасения. Я считаю, что если я буду так же полноценно одеваться, соблюдать все правила эпид безопасности, риск заразиться, он сведен к минимуму. Опять же, мы на работе все носим средства индивидуальной защиты. То есть, условно, риск заболеть на работе, он меньше, чем риск заболеть в городе. А в городе хаос, ковидные госпитали открываются и тут же заполняются. Тяжелых больных с каждым днем все больше. Многих вылечить не получается. Врачи больницы, поликлиник края, мы в этом убедились, работают на износ и напрямую подвергают себя опасности. Каждый пациент рассматривается как потенциальный носитель ковидной инфекции. Поэтому мы работаем в усиленном эпид режиме с 8 до 7 часов вечера. Медицинская помощь оказывается абсолютно всем. Медики говорят, в столь сложных условиях никогда прежде не работали. Все больше жалоб, все больше больных в тяжелом состоянии. Борцы в белых скафандрах просят с пониманием отнестись к возникающим трудностям. Они говорят, мы тоже нуждаемся в поддержке. Ведь приходится ежедневно бросаться на амбразуру, рискуя собственной жизнью. А если не медики, на передовой, то кто будет спасать остальных? Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. В Барнауле сегодня простились с тележурналистом, легендарным диктором Сергеем Марковым. О его смерти стало известно 4 октября. Сергей Степанович болел коронавирусом и проходил лечение в 5-й горбольнице. Каким Маркова запомнили его коллеги в нашем сюжете? Барнаул прощается с Сергеем Марковым. Голос края. Первый телеведущий мужчина на Алтае. В профессии почти 50 лет. Церемония скромная. Семья, коллеги, друзья хоронят Маркова в закрытом гробу. Диктор лечился от коронавируса. До этого попал в больницу с переломом. В итоге провел в учреждении почти месяц. Умер от инсульта. Маркову было 79 лет. Говорит и показывает Барнаулу. Эту фразу знают тысячи жителей Алтайского края. Уже в 18 лет Маркова пригласили на телевидение. На родной ГТРК он проработал более 40 лет. Идя на демонстрацию или на парад, я слышал его голос. Приходил домой после парада, как говорится, демонстрации с хорошим настроением. Я слушал новости, в которых опять же этот слышал голос. Поэтому назвать просто его диктором я никак не могу. Потому что он был журналист и диктор одновременно. Есть один способ, на самом деле, как не стать усталым мэтром. Известный способ. Ничего нового. Надо просто время от времени менять сферу деятельности. Вот Сергей Марков, на самом деле, перепробовал, наверное, ну, не знаю, там, с пяток, шесток телевизионных профессий. Вот. Мало того, что он был главным редактором, был ведущим телепрограмм. Вот. Пытался делать телемемуары. То есть сделал авторские программы. Ушла легенда. И уже сейчас ясно, второго такого Сергея Маркова на алтайском телевидении никогда не будет. Сергея Степановича знаю 40 лет. Глыбище, конечно, он не просто из первых телевизионщиков Алтая, он из первых телевизионщиков страны. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульский хоккеист Данил Тимченко, устроивший в конце сентября смертельное ДТП, будучи пьяным за рулем, под домашним арестом. Такую меру пресечения избрали на время следствия. Напомним, авария произошла в Нагорной части Барнаула. Автомобиль под управлением Тимченко влетел в опору светофора. Сам водитель был госпитализирован, а пассажир, еще один хоккеист Вадим Орехов, погиб. Вдобавок, в крови водителя был найден превышающий норма алкоголь. На два ближайших месяца Тимченко под домашним арестом. Идет следствие. Еще один спортсмен, боксер Михаил Старцев, который нанес смертельный удар мужчине в драке на Старом базаре, все еще в СИЗО. Проводится экспертиза. К слову, накануне министр спорта КРА Алексей Перфилев призвал всех спортсменов не употреблять алкоголь. Иначе таких представителей спорта отправят на выход. Однако, какие конкретно санкции грозят нарушителям, в ведомстве не уточнили. В Барнауле, в старой части города, может появиться музей, посвященный предпринимательству и репрессии. Общественно-культурное пространство, о котором так мечтают историки и краеведы. Музей и экспозиции должны открыться в доме купца Морозова, что на улице Ползунова. Почему у этого здания неоднозначной репутации, когда новое место станет доступным для посетителей, расскажем в сюжете. Теперь здесь альшоу, как видите, декорации, да, такое все насыщено духом. Вряд ли здесь был такой же творческий и веселый дух. В танцевальном зале раньше находился кабинет начальника управления НКВД. Дом Морозова помнит в сложные времена НКВД, КГБ и следственную тюрьму в своих стенах. За 115 лет здание сменило три адреса. Улица Петропавловская, затем Республики, сейчас Ползунова. До революции здание принадлежало купцу Морозову. Это был крупнейший магазин в Барнауле. Продавали все, от иголок до техники. На втором этаже русско-азиатский банк. Владимир Куликов купил это здание в 2017 году. Дом был в печальном состоянии. За пару лет здесь провели ремонт фасада, перекрыли кровлю. В замыслах собственника создать здесь общественно-культурное пространство. Удалось отреставрировать парадное и лестницу. Очень красивая лестница, все отмечают. Приезжают девушки, снимают, как они выходят замуж. Что будет? Здесь планируется галерея, фотогалерея. На входе будет висеть с одной стороны герб царской России, с другой стороны герб Советского Союза. Две эпохи – период предпринимательства, расцвета Барнаула, другая эпоха – репрессии и массовых расстрелов. Мы мечтаем о том, чтобы восстановить эту лестницу. Она ведет в топошную, а там подвалы засыпаны. Там как раз была следственная тюрьма. В период, когда было НКВД здесь, это 30-е, 50-е, вообще нет фотографий ни одной. В Краеведческом музее нигде. Я вот пользуюсь случаем, обращаюсь к людям, у кого-то, может быть, в личных архивах что-то сохранилось, ни одной фотографии, и все говорят примерно одно и то же. Что вы, фотографировать это здание? Да по улице лишний раз боялись пройти. Сейчас здание притягивает танцоров, ларистов, стилистов, ученых. А здесь что это? Ну, это, знаешь, салон. Салон какой-то, да, вот индивидуального там что-то там. Они подбирают невест, наряжают опять же. Теперь, как видите, да, идет образование, образовательный процесс. У нас доктора. Пока еще предстоит много работы. Планируется, что здание, которое горело в 17-м году, пережило несколько эпох, станет открытым для горожан в середине следующего года. Сюда могут приходить преподаватели и учителя, и наглядно показывать, на примере этого дома, как важно ценить труд предпринимателей, какую пользу они приносили и приносят современному городу, и помнить о темных страницах, к сожалению, сталинской эпохи, когда, в которой не было места частной инициативы, и что в последующем-то и привело, в общем-то, к деградации нашей экономики и социальной сферы. Тот, кто не знает историю или ее замалчивает, обязательно наталкивается на большие проблемы. Потому что есть склонность в истории повторяться, и не только хорошим, позитивным фрагментом в истории народа. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле стартовал 10-й юбилейный этап Детского Кубка России по шахматам. На турнир, несмотря на эпидемиологическую обстановку, съехались полторы сотни юных гроссмейстеров из разных регионов страны. Самым младшим шахматистам 7 лет. По крайней мере, меня это точно удивило. Потому что, несмотря на обстановку, которая сейчас в нашей стране, к нам едут, приехали с Ямало-Ненецкого автономного круга, со Свердловской области, с Новосибирской, Томской областей, с Кемеровской области, то есть ближайшие регионы, Хакай. В юбилейном турнире, который продлится несколько дней, каждому игроку предстоит сыграть 6 партий. Имена победителей станут известны в воскресенье. Их ждет финал Кубка России, который пройдет уже в следующем году в Сочи. Достойные, но не удостойные. В Бийске хотят исправить историческую оплошность, возможно, допущенную из-за бюрократических преград. Участник Великой Отечественной войны Федор Коробов за боевые заслуги дважды был представлен к высшей награде СССР, но так ее и не получил. И вот сейчас, спустя три четверти века, есть вероятность того, что Министерство обороны страны пересмотрит дело и нашему земляку Коробову, хоть и посмертно, будет присвоено звание Героя России. В это очень сильно верит дочь ветерана и писатель-историк Валерий Костенко, который, пересмотрев наградные листы, придал импульс этой истории. Это я сделала папку. По его записям я составила воспоминания, отдала в музей есть это. Герой без золотой звезды. Федор Коробов боевой путь начал в августе 41-го. Он прошел всю войну. Сражаясь за родину, дважды был ранен. Дочь Людмила Федоровна о подвигах своего отца узнала только после его смерти. Сам он мало что рассказывал. Годы войны вообще старался не вспоминать. Ограничивался одной фразой. Там было страшно. Один-единственный раз он рассказал, как они сидели в линдаже, видимо. И он разговаривал с другом. И в один миг выстрел этого друга прямо в голову. Вот единственное, что он рассказал. За четыре года, проведенные на полях сражения, Федор Петрович был удостоен множества наград. Дважды его представляли к званию Героя Советского Союза. Но золотую звезду он так и не получил. Дочери он рассказал, что потеряли документы. А вот Валерий Костенко, который в детстве жил с ветераном в одном доме, считает иначе. Я проверил, в этой дивизии за последние полтора года было награждено, присвоено звание Героя Советского Союза 15 командирам разных. На мой взгляд, что просто решили, что слишком много для одной дивизии. И Федора Петровича снова не наградили. А присвоили звание, то есть наградили орден Боевого Красного Знамени. Высокая награда, но не совсем. Валерий Васильевич, изучив личное дело Коробова, его наградные листы и подвиги во время войны уверен. Федору Петровичу нужно присвоить звание Героя. Он заручился поддержкой военкомати, где 4 года Федор Коробов был военным комиссаром. Помощь окажет и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Дальнейшие шаги обсудили в ходе онлайн-беседы. Принято решение направить представление на имя министра обороны страны как от депутата Александра Прокопьева, так и от губернатора края Виктора Томенко. Я думаю, это большое дело будет. Давайте этим займемся. С губернатором помчаемся. Я думаю, что он поддержит. Обращения и пакет документов подготовят в ближайшее время. А дальше останется только дождаться решения Министерства обороны. Валерий Костенко и все мы надеемся, что свою золотую звезду полковник Коробов все же получит. Хотелось бы хотя бы к 9 мая следующего года, чтобы имело положительное решение. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. У меня на этом все новости. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует...